Мне хочется такой славы, как вот Барбара Стрейзен, Лайза Миннелли, актрисы мюзикла, которые доказывали, которые бескомпромиссны, без абсолютной звезды, абсолютные. Вот этого хочется, вот такой славы хочется. И Барбара, и Лайза в свои 60 с лишним не дадут соврать. Это сцена, что Мартеновская печь, где топливо артисты, артисты быстрого сгорания, принцип конвейера по имени мюзикл, принцип рожденный на Бродвее, великом и ужасном. Вчера ты был никем, сегодня станешь всем, а завтра истлеешь в четвертом составе. И на смену тонкой, звонкой, быстровой найдутся те, кто тоньше и звонче. Потому что звезда здесь одна. Само шоу. И главное, чтобы этому шоу было хорошо. Естественно. Актер чувствует реакцию зала. У актера появляется свой фан-клуб. Девочки ходят, ждут его под служебным входом с цветами. Или мальчики, условно говоря. Вот. И в какой-то момент он начинает работать на зал. Партнеры по боку, процесс по боку. Вот выхожу я, весь в белом. И вы меня любите, и я люблю вас. Все. И, конечно, приходится вызывать и разговаривать по этому поводу. Боджур, 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 боджур. Ты сама? Что ты сама? Ой, простите, простите. Когда артисты выясняют отношения, получают за это очень хорошо. И очень сильно. Это бывает, когда две звезды сталкиваются в одной сцене, и одна звезда не дала договорить другой звезде. И дальше весь диалог между двумя звездами происходит, когда они посылают друг друга. Да? А хорошо. А вот так? А если так? Я говорю, ребят, и чего? А где сказка о любви? Где добрая, чудная история? Где это? Раз, два, три, с Богом! Суб дожжу! Консоме, я прошу, поверьте мне, будет вкусно! Просто чудо! Так вам скажет вся посуда! Если бы в труппе мюзикла «Красавица и чудовище» провели инвентаризацию, итоговый перечень выглядел бы примерно так. Комод – одна штука, часы – одна штука, канделябр – одна штука, чайник – одна штука. А также тарелки, ложки, вилки, несовершеннолетняя чашка и молодая перечница. Мебель и посуда от пяти до пятидесяти лет. И все до потери пульса играют «Кушать подано». В отличие от мультика, наш мюзикл замечательен тем, что в конце предметы превращаются все-таки в людей. У них есть смысл выходить на сцену. У них есть своя собственная человеческая история. Субтитры создавал DimaTorzok Где вы снимались? В мультфильмах – почти шутка. Примадонна Елена Черквяня, звезда мюзиклов «Иствикские ведьмы», «Дракула», «Вивелрокью», «Кошки», «Мама Мия» – короче говоря, через тернии к чайнику. Творческий путь уважаемой артистки. Но без тени сарказма. Она же в конце концов не сервиз играет, а тяжелую женскую дольку – бодрую мать-одиночку с чашкой вместо сыночка. Лена сделала этот чайник азартным, веселым, где-то очень трогательным и очень, как сказать, человеческим. Это такая всеобщая мама. И Ленка со свойственным ей обаянием и талантом вдохнула в эту роль как бы свою человеческую сущность. И поэтому чайник у нас замечательный. А ведь я была, ш-ш-ш-ш, это я была. В прошлых мюзиках я играла главные роли. Толпа палила на меня посмотреть. Мною восхищались, мне дарили цветы. А сейчас мне в сорок лет. И что? А я шкаф. Нет, не то. Я, я артриса. Нет, не то. Я, я чайка. Это я чайка. Ты чайник. Нет, я чайка. Ты чайник. Это о наболевшем. У мебели и посуды из мюзикла «Красавица и чудовище» есть такая традиция. По большим корпоративным праздникам нести полную отсебятину исключительно для себя. Капустник в лучших традициях имени Станиславского. И пусть прочие актерские братья смотрят на своих мюзикальных коллег, как на братьев меньших. У них этих чайников и комодов собственная гордость. Их сказочка про аленький цветочек, хоть и бродвейский мюзикл, но с большой поправкой на русский театр. У нас, благодаря тому, что русский артист по своей натуре, он недисциплинирован в хорошем смысле этого слова. Его начинает нести, он начинает разгоняться, его начинает, как это в самолёт, флаттер, когда самолёт входит в резонанс. А поэтому, когда наш артист выходит на сцену и даже в какой-то маленькой роли, он всё равно, вот помните, нет маленьких ролей. Вот наши хорошо это помнят, выкладываются так, что, ну, например, образы Люмьера и Диньдона наши играют так, как не играет никто ни в какой другой стране мира. ПЕСНЯ 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 Великолепный шоу! Отличный шоу! Всем спасибо! Всем слава! Тарелки свободны. Welcome to Don. Артист Игорь Портной в роли старинных часов, которые все еще идут, единственная настоящая бродвейская штучка среди прочей утвари. Оставив диплом Гитиса в Москве 20 лет назад, он улетел в Монреаль. Играл иностранцев второго плана, но харизма сработала, и храбрый Портной допелся до Бродвея. Иисус Христос суперзвезда, ректайм, призрак оперы. Его имя было на этих афишах. Когда продюсеры решили напечатать новые, Игорь Портной придумал сольное шоу. Правда, Москва в его тогдашнем гастрольном списке не значилась. Вся эта история с Россией у меня началась с корпоратива. Я не знал, что существует такая культура корпоративов, а у меня был концерт аж в Аргентине, аж в Буэнос-Айресе. И ко мне на концерт пришли две пары с Украины. И они ко мне подошли и сказали, а вы бы не хотели приехать у нас поработать на корпоративе? Я говорю, это где и что? Они мне говорят, Днепропетровск. 18 мая вот у нас будет корпоратив. Я говорю, ну, какие условия? Они мне сказали условия. Условия были замечательные, гораздо лучше, чем те, в которых я работаю обычно. Ну и все, и я полетел. 18 мая на корпоратив, в котором я работал вместе с группой Бонни М. И когда хозяева со мной рассчитались, они мне дали намного больше, чем мы договаривались. И сказали, спасибо. Ну, я думаю, наверное, надо на этот маркет обратить внимание, на этот рынок. Он пришел на кастинг, я увидела западного человека, который может быстро, медленно, легко, тяжело. Пожалуйста, что надо. И это была совершенно закрытая история. Он пришел на следующий тур, и вдруг я увидела, глаза у человека появились. И вдруг он стал трогательным очень. Он стал трогательным, он стал незащищенным, он пытался каким-то образом что-то делать, и глаз было невозможно от него оторвать. Россия – это единственная страна в шоу-бизнесе, где возраст как бы не играет роли, большой роли. Мама, ты не представляешь, что я видел? Хоть сто лет думай, хоть тысячу, хоть сто миллионов лет. Что, солнышко? Нет, ну правда же, это та самая вещь, о которой все мечтали. С тех самых пор, как, ну не знаю, с каких пор. Хорошо, Чип, что это? У нас в замке девушка! Единственная роль в мюзикле, где играет возраст, не старше семи, не выше 130. Кастинг раз в полгода. Самая главная проблема – детки вырастают. Лена их же возит, она говорит, очень тяжелый, очень тяжело, тяжело возить. Ну здесь же заезжаешь на сцену с телега, ездишь, все время крутишь ее. Так она как бы освоила эту историю, но тем не менее. Давай ты не будешь так много есть, пожалуйста, чуть-чуть похудей, ладно, Коль, ладно. Хорошо, там как бы есть у нас очень хороший такой, но он старается так, но у него все так старается, так все разговаривает. Все бывает, да. Чип! Чип! Мама! А ты очень голый и счастливый? Конечно, солнышко мое! Ты мне больше не придешься спать, ты! Дети все, конечно, у нас разные. Вот у нас есть, например, Никита Полицеймака, который сразил нас с тем, что он пришел и заполняет, естественно, чип и анкету, как взрослые люди. И, значит, он написал в графе «Семейное положение», он написал, есть подруга. От упора ему было 6 лет. То ли еще будет в 6 с половиной. За этими кулисами нынешняя личная жизнь Никиты определенно под угрозой. Еще одна поправка на русский театр, где жесткое бродвейское правило «Ничего личного» – «Сори» не работает, в смысле отдыхает. Служебные романы возникают, все относятся к этому доброжелательно. Потому что на новый мюзикл набирается новый коллектив. И как вот без этого? Ну как? То там, то там, какие-то такие возле стеночки. Особенно это хорошо у нас на распевке и на разминке. Перед началом спектакля происходит сначала разминка, и вот они уже разминаются, лежа возле друг друга. Это уже понятно. То есть происходит такая половая разминка, когда люди уже, и возле них происходит некое электричество, скажем так. Но все равно это дает дополнительную энергию в спектакле, когда возникают какие-то истории внутри. «Будем жить на зависть всем, только для семьи. Станем пары крепче, чем сапоги мои. Вот она, ах, а твоя судьба. Как ты, не бейся, хмурься или смейся, твой путь ведет суда. Не будет иного, жду я лишь слова. Крошка, скажи мне». Ну так что, Белль, ты говоришь мне «да» или «да». Мне так жаль, Гастон, но я... я... я недостойна. А кто достоин-то? Я! На предложение спасибо. Так совпало, что эта роль пришлась на Динку, и он очень волновался на кастинге. И на Гастона, когда он пробовался, вот все его пробы вызывали во мне как бы удовольствие. Я смотрела на него, как он работает с удовольствием. И потом он стал у нас как бы... ну, вошел в каст, первый с Гастоном, и он хорошо очень сделал эту роль. Он ее правильно очень понимал. И в него влюблялись. То есть я помню, что я сижу смотрю спектакль, появился первый раз Гастон, и возле меня пожилая женщина говорит, «А Гастон так рад».